Силовые структуры страны обкатывают новую меру пресечения, так называемый запрет определенных действий. Как это работает и кем контролируется, рассказали журналистам офицеры УФСИН. Суд вправе выбрать для обвиняемого или подозреваемого меру. Раньше, например, назначали чаще всего домашний арест. Выходить никуда было нельзя, отсюда проблемы. Материальные уголовные дела могли расследовать месяцами, а жить на что-то нужно. С новой мерой пресечения есть варианты ограничений. Работать можно. Суд возлагает на обвиняемого либо подозреваемого определенные запреты. Выходить в определенное время за пределы жилого помещения, где он проживает. Находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов. Посещать какие-либо мероприятия и участвовать в них. Общаться с определенными лицами, использовать средства связи и сеть интернет. Также управлять авто или другим транспортом, если преступление совершено с нарушением правил дорожного движения. Суд назначает такую мягкую меру пресечения с учетом личности подозреваемого. Если он дебошир, нельзя будет гулять ночами. Если может повлиять на свидетелей, приближаться к ним. Следят, чтобы не нарушались сотрудники уголовно-исполнительной инспекции. Если что, доложит суду о необходимости ужесточить меру пресечения. По формальным признакам достаточно одного нарушения. Зависит, конечно, от тяжести нарушения. Потому что под тем же домашним арестом у нас же есть случаи, когда эти подозреваемые и обвиняемые совершенно растворяются. То есть они не то, что вышли к друзьям и хорошенько отметили какой-то праздник, а пытаются скрыться от следствия. Вот такого нарушения, естественно, достаточно одного. Еще одна законодательная новелла касается наказания за преступление небольшой средней тяжести в виде принудительных работ. Суд должен определить, где преступник будет трудиться и частично изолировать его от общества. Раньше именно мест содержания для таких нарушителей не было. Первый исправительный центр появится в регионе в декабре 2018-го на базе колонии номер 3 в Кинишме. Осужденные к этому виду наказания будут жить в условиях несвободы под надзором офицеров УФСИН, а трудиться на предприятиях. Сейчас осужденные к принудительным работам отправляются в Кострому. И вообще этот вид наказания не самый распространенный. Судьи за неимением условий содержания стараются искать ему альтернативу. Но, отмечают сотрудники службы, это пока нет полноценно функционирующего исправцентра. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.